Продолжение следует... И в частности, VK Minips это платформа для реализации приложений на базе ВКонтакте. В рамках этой платформы мы, как разработчики внутри ВКонтакте, так и разработчики вне ВКонтакте, могут создавать свои мини-приложения для того, чтобы пользователям ВКонтакте помогать решать свои ежедневные задачи. Ежедневные задачи могут быть самые разными, практические, развлекательные и любые другие. Задачи VK Minips покроили как можно большее количество задач пользователей, чтобы они могли ВКонтакте решать свои проблемы как можно быстрее и эффективнее. Зачем же нужны мини-приложения? Мини-приложения реализуют новые функции ВКонтакте. Таким образом, ВКонтакте становится не просто мессенджером, а мессенджером, в котором пользователи могут решать свои проблемы, а разработчики создавать приложения и находить своих пользователей быстрее. В рамках ВКонтакте мы постоянно запускаем новые сервисы и продукты. Мини-приложения — это открытая платформа. Как я уже сказал, разработчики вне ВКонтакте также могут публиковать свои мини-приложения для того, чтобы находить пользователей, помогать им решать свои задачи, ну и время от времени зарабатывать денежку. В рамках ВКонтакте мы часто запускаем спецпроекты, и спецпроекты все чаще и чаще реализуются в качестве мини-приложений. Ну и последний пункт, конечно же, монетизация. Разработчики могут монетизировать свои мини-приложения на платформе BKM и Апс. Одним из способов монетизации, я думаю, одним из самых классических способов, является реклама. Здесь мы можем с вами видеть две основные точки входа в мини-апс в рамках ВКонтакте. Слева вы можете видеть витрину, на которой вы можете найти не только мини-приложения, но и виджеты. В рамках витрины вы можете найти приложение, которым вы чаще всего пользуетесь, а также посмотреть, найти информацию на виджетах, например, о курсах валют, погоде или любую другую. Справа вы можете видеть каталог. В рамках каталога пользователи могут находить мини-приложения, которые нужны им для решения какой-либо задачи или для поиска какой-либо игры для изучения. На данном экране вы можете видеть два примера мини-приложений. Как вы видите, из UI, который мы предоставляем для мини-приложений, это только контроль справа вверху и накрытие. Все остальное, что вы видите на экране, это UI-мини-приложения. По-моему, они называются Нижний и Мосты Санкт-Петербурга. Давайте немножко обсудим, что нас ждет в рамках презентации. Первое, мы познакомимся с iOS On Demand Resources. Далее мы обсудим взаимодействие iOS On Demand Resources и WebKit, и как их можно подружить. Ну и в третьей секции мы закрепим знания и обсудим итоги. Итак, давайте перейдем к ODR, или On Demand Resources. On Demand Resources, это сокращение от On Demand Resources, это технология от Apple, которая позволяет часть листинного приложения загружать по требованию, а не сразу при установке из App Store. Под ODR-файлами могут быть абсолютно любые файлы в вашем приложении, кроме исполняемых файлов со Swift, Objective-C, C или C++ кодом. Важно подместить, что файлы с таскриптовым кодом, таким как JavaScript, могут являться On Demand ресурсами и могут погружаться по мере необходимости, но об этом сейчас подробнее попозже. Если представить On Demand ресурсы максимально просто, то мы можем разделить наше нативное приложение на две части. Одну из частей мы обозначим как Required, которая нам нужна постоянно для работоспособности в приложениях, из которых при нативном приложении работать не может. И Optional. Какие-то части приложения, которые либо редко используются, либо используются один раз за весь жизненный цикл приложения, имеют от установки до удаления, либо могут просто использоваться для любых других целей. К примеру, могут быть ресурсы для онбординга, которые часто мы показываем в единых приложениях, и после того, как пользователь прошел онбординг, эти ресурсы больше ему не нужны. Также примером могут являться ресурсы для игры. К примеру, у нас есть игра в 10 уровнях. Для каждого из уровней у нас есть свои ассеты. Мы можем загружать ассеты по мере проходения пользователя в игре. Таким образом, если пользователь будет находиться на уровне 7, ассеты от уровня 1 ему уже будут не нужны. И мы сможем освободить память из-под ассетов уровня 1 и таким образом оптимизировать и уменьшить размер нашего приложения. Давайте теперь перейдем к тому, как работает ондемент ресурсов. Как я уже сказал, в рамках ODR мы разделяем приложения на различающие Required и Optional. Говорить мы в рамках ODR будем именно в Optional. Любой ODR-ресурс должен быть помечен тегом. Как только ресурс помечается тегом, система автоматически причисляет его к ODR-ресурсам. Тегом может являться любая строка. Каких-то ограничений нами замечено не было. Но если вы их найдете, мы с радостью готовы их выслушать. Ресурсы могут иметь одинаковый тег. Например, у нас могут быть одни и те же ассеты для уровня в игре 1 и для уровня в игре 7. Таким образом, этот ассет может иметь тег Level 1 и тег Level 7. Таким образом, при запросе любого из этих тегов, система подгрузит данный опциональный ресурс и предоставит автоматическому приложению его в использовании. Также ресурсы могут иметь несколько тегов. Посмотрите, я немножко перепутал. Несколько тегов, как раз таки, так что я писал. Ресурсы могут иметь одинаковый тег. То есть тег — это, грубо говоря, группа ресурсов. То есть, например, как я уже говорил, Level 1, он может иметь набор ассетов. И таким образом, этот набор ассетов мы можем пометить как Level 1, и при запросе этого тега система выкачает все ресурсы для этого уровня. И несколько тегов — это как раз пример с ресурсами Level 1 и Level 7, где они пересекаются. Таким образом, мы можем помещать одни и те же ресурсы разными тегами, а теги — это, грубо говоря, удобный инструмент для группировки ресурсов. Каждый тег должен принадлежать к одной из групп. Всего групп тегов три. Первая группа тегов — это initial install tags. Что делает данная группа тегов? Данные ресурсы устанавливаются вместе с нативным приложением. То есть, когда пользователь заходит в App Store и устанавливает свое приложение, данные ресурсы будут установлены вместе с данным приложением. И также размер этих ресурсов будет учитываться при демонстрации размера приложения пользователю App Store. Идея этих ресурсов заключается в том, чтобы они были доступны сразу же после запуска нативного приложения. Как я уже говорил, к примеру, он может служить анбординг, который нам необходимо показать как первый экран и один раз. Соответственно, после установки нативного приложения все ресурсы для анбординга у нас уже будут готовы, и мы сможем его показать. Однако следует помнить, что если пройдет большой промежуток времени между установкой приложения и его запуском, система может очистить удар ресурсов, и их понадобится загружать снова. Поэтому необходимо всегда проверять наличие ресурсов, как указано в гайдах Apple. Prefetch Tag Order. Данные ресурсы тоже загружаются, однако чуть позже, чем и Initial Install Tag. Они загружаются сразу же после того, как приложение было установлено на телефон пользователя. То есть, как только приложение было загружено и установлено из App Store, система начинает скачивать Prefetch Tag Order. Все эти ресурсы будут загружены в том же порядке, в каком они указаны в настройках Xcode. В настройках Xcode они выглядят как список, и, соответственно, их очередность загрузки будет сверху вниз. От того, кто рисует тега, который находится вверху, к тому тегу, который находится в самом низу. То есть, еще раз, загружаются они сразу же после установки нативного приложения. И самый простой тег — это Downloaded Only On-Demand Tag. Ресурсы с данными тегами загружаются только тогда, когда мы их попросим. Только тогда, когда мы их запросим у системы. То есть, система их никак автоматически не загружает, и их мы должны загружать только с помощью нативного кода, когда нам это потребуется. Нюансы, с которыми мы столкнулись у ДР. Первое, что самое главное, и что могут советовать вам любой iOS разработчик или разработчик других платформ, это используется как минимум меньше памяти и ЦПУ, он демант-ресурсы обрабатывается в отдельном процессе. И если он простаивает, система может его просто-напросто убить. Это может привести к фатальным ошибкам в ваших нативных приложениях, поэтому рекомендуем как можно меньше нагружать систему, чтобы она могла выделять ресурсы на отдельный удар-процесс, как можно больше и стараться его держать живым. Также удар-ресурсы загружаются в тест-лайт вместе с API-файлом вашего нативного приложения. Таким образом, их релизный цикл привязан к релизному циклу вашего нативного приложения. Нет у них никакой консоли для загрузки или обновления ресурсов динамически. Как только сборка вашего приложения улетела в тест-лайт или в App Store, изменить удар-ресурсы уже нельзя. Их можно обновить только с обновлением приложения. Таким образом, для обновления удар-ресурсов вам понадобится снова загружать новую сборку и проходить ревью-процесс App Store-команды. Давайте же перейдем к такому пункту, как удар плюс веб-кит и почему мы о них говорим. Для начала напомню, что такое веб-кит. Веб-кит — это свободный бюджет для отображения веб-страниц, разработанных компанией Apple. Согласно ревью-гайдлайнам, если мы хотим отобразить какую-либо веб-страницу, мы должны ее отображать в WKWebView, который предоставляется из фреймворка WebKit. И прежде чем продолжить, я хотел бы напомнить, что размещение HTML, CSS, JavaScript как удар-ресурсов возможно. Это не запрещено веб-лайнами и не запрещено Apple. То есть теоретически мы можем размещать любые веб-страницы как удар-ресурсы, загружать их как удар-ресурсы и затем показывать WKWebView. И здесь мы, собственно говоря, переходим к тому, что мы делаем в рамках ВКонтакте. Как мы подружили удар и веб-кит. С помощью удар мы можем размещать скриптовый код мини-приложений как удар-ресурс. В частности, мы размещаем каждое мини-приложение как удар-ресурс в виде zip-архива. То есть каждое приложение и его сборка поступают как удар-ресурс в zip-архивом. Уже в рантайме с помощью удара мы загружаем данный zip-архив и распаковываем локально его на устройство. Далее мы его запускаем, используя полученные ресурсы из удар. Таким образом, у нас получилось сделать полностью автономное мини-приложение, которое может работать совсем без запросов в сеть. То есть мини-приложения получили возможность работать офлайн вне зависимости от состояния сети. Как же мы загружаем мини-приложение в WK WebView? Начиная с iOS 11+, в WebKit был добавлен протокол WK URL SchemeHandler. Данный протокол является обработчиком определенных сетевых запросов. Эти сетевые запросы являются сетевыми запросами с какой-то новой кастомной схемой, которую мы задаем в рантайме. И каждый обработчик мы регистрируем с такой схемой. К примеру, мы можем зарегистрировать обработчик со схемой MyScheme. И таким образом, любые запросы, которые будут иметь схему NCHTPS о MyScheme, все будут поступать в наш обработчик. Немножко расскажу про ситуацию, если у вас есть поддержка приложений старше, чем iOS 11, например, iOS 10. На данных операционных системах необходимо использовать NS-URL протокол и регистрировать обработку этого протокола в NS-URL системе. Однако это выходит немножко за рамки этой презентации, и мы немножко не вложим все в тайминге, если рассмотрим еще и его. Поэтому давайте перейдем к WK URL SchemeHandler. Здесь на слайде вы можете видеть пример того, как можно реализовать WK URL SchemeHandler. Как вы видите, данный протокол требует от нас реализации двух методов. Первый метод – это StartURL SchemeTask, и второй метод – это StopURL SchemeTask. Я напомню, что для того, чтобы мы могли зарегистрировать этот протокол и запросы поступали к нам в эти методы, нам необходимо, во-первых, выбрать название нашей кастомной схемы. В данном случае это будет MySCH схема. Далее мы в рамках веб-приложения, то есть JavaScript, HTML, CSS, будем делать обращение, сетевое обращение, именно используя данную схему. Как вы видите на слайде слева, третьей строчкой приведен пример такого URL. То есть чем он отличается от обычного стандартного похода на веб-страницу? Тем, что у нас схема не HTTPS, а MySCH. Далее справа код, в принципе, достаточно простой и прямой. Мы получаем абсолютную строку, абсолютную URL, получаем URL, по которому был сделан запрос, и из этого URL извлекаем пат. Извлекать пат, оно помогает файл сторож, и реализация здесь не указана. Далее по данному пат мы обращаемся за доеда, то есть мы читаем некий файл из файловой системы, который у нас расположен в файловой системе, на датчике нового приложения, на файловой системе устройства, и передаем полученные данные в URL-ским таз с помощью метода DTSIF. Далее мы получаем MIME-тип данного файла, и отправляем уже ответ в WKVView для обработки полученных данных. Как вы можете видеть, ниже есть метод stop-urals-ким-task, в рамках которого указано комментарием, что при вызове этого метода необходимо отменить или очистить любые ресурсы и запросы, которые были сделаны в рамках обработки запроса. Примечания. Есть три нюанса при такой работе с веб-документами. Первое. Начиная с iOS 11 и до версии 13.3 включая, могут возникать ошибки корс-политик, если вы регистрируете более двух обработчиков кастомных схем. Таким образом, для стабильной работы мы рекомендуем регистрировать не более одного обработчика кастомной схемы, если поддерживаемая версия iOS у вас ниже, чем iOS 13.3, включая iOS 13.3. Также вы можете столкнуться с проблемой, что WebKit не умеет перемещать некоторые JavaScript-объекты, такие как Blob, в нативный код. То есть при получении запроса, тело запроса может либо отсутствовать, либо отсутствовать какие-то его участки, какие-то его куски. К сожалению, не все WebKit, не все JavaScript-объекты WebKit может перемещать. И как самый, наверное, хороший пример, это Blob. Ну и FormData. FormData тоже является блогом. Также необходимо помнить, что своя URL-схема является CookieAverse-схемой. Что это значит? Это значит, что для данной схемы, для хостов с данной схемой, не могут быть применены cookies. Для хостов, конечно же, могут, но, к сожалению, такие JSAP, как DocumentCookie, доступны вам не будут. Для того, чтобы обходить данные ограничения, есть два способа. Первый, вы можете обработать данные ограничения с помощью какого-нибудь простого запроса, чьей задачей будет только возвращать setCookieHeader, для того, чтобы для хоста, уже осуществляя HTTPS-запрос на ваш сервер, были выставлены cookies. То есть вы делаете запрос на свой сервер, сервер получает этот запрос, и все, что он делает, это отдает пустое тело и набор setCookie, который необходимо выставить для хоста за вопросом. Либо же вы можете добавить асинхронный полифил, так как, к сожалению, синхронный IP, вы не можете добавить как кодкит. И с помощью этого синхронного IP вы можете реализовать свой собственный полифил, свой собственный IP, который будет позволять обходить ограничения и модифицировать куки уже из вашего нативного кода. Сделать это можно с WK Custom Message Vendor. Что мы по итогу получили в результате всех этих махинаций? Мы получили своеобразные прогрессы в WebApps внутри клиента ВКонтакте. Прямо ВКонтакте мы имеем возможность запускать мини-приложения офлайн, что может быть очень полезно, если у пользователей нестабильный интернет или они попали в какую-нибудь ситуацию, где интернет не может показать должный уровень производительности. Таким образом, они могут пользоваться определенными мини-приложениями практически в любой ситуации. Веб-контент кэшируется локально. Это означает, что нагрузка на сеть может снизиться вплоть до нуля, что тоже может позитивно повлиять на скорость загрузки мини-приложений, то есть веб-приложений. Также могу еще добавить, что такой подход позволяет нам производить дополнительные манипуляции и оптимизации с контентом, который мы получаем в качестве мини-приложений. Например, использовать разные нестандартные алгоритмы сжатия или оптимизировать контент за счет оптимизации доставки нескриптового контента в каких-то картинках. Давайте поговорим немножко про релизный цикл мини-приложений. Мини-приложений у нас сотни, и, соответственно, руками мы не можем их все перебирать. Нам необходимо было как-то все это автоматизировать. Для начала релизный цикл мини-приложений равен одной неделе. Он синхронизирован с релизным циклом ВК клиента, и на данный момент срез мини-приложений, то есть срез версии мини-приложений, происходит во вторник. То есть разработчики имеют шанс загрузить свои мини-приложения до вторника шести часов, после чего они уже, к сожалению, не успевают в релиз этой недели. Далее данные архивы проверяют наши модерации. Если архив вызывает вопросы, если мини-приложение вызывает вопросы, то мини-приложение не попадает в сборку, и у него есть шанс попробовать еще раз попасть в сборку уже на следующей неделе. Однако если же с мини-приложением с его архивом все в порядке, он отправляется на публикацию и будет доступен ровно в тот же момент, когда будет доступна новая версия ВК из опусторку. В рамках автоматизации мы используем несколько скриптов. Первый скрипт — это срез архивов. Как я говорил, уже он происходит во вторник в шесть часов вечера. Также у нас еще два скрипта, которые загружают и размещают архивы в рамках Xcode проекта. Один из них, соответственно, загружает эти архивы и размещает в папку рядом с главным ВК проектом, ВК-код проектом. А второй из них считывает эти архивы и размещает их тегами, параллельно добавляя все в Xcode проект. Если бы мы не предоставили никакие удобные или возможность удобно тестировать мини-приложение без привязки к ревизорным циклам, соответственно, реализовать какое-либо мини-приложение было бы почти невозможно, ведь его можно было бы дебажить максимум раз в неделю. Поэтому в рамках ВКонтакте мы реализовали возможность тестировать ODR мини-приложения, то есть сборки зип-портилов мини-приложений с помощью версии Zapp Store. Как это происходит? Если вкратце, у каждого разработчика есть своя консоль, в рамках которого он может модифицировать свои мини-приложения. В рамках этого мини-приложения он может давать максимум четырем пользователям ВК доступ в обкод ODR. Это очень ограниченный доступ. И, как я и говорил, у нас максимальное количество пользователей, которые могут тестировать мини-приложения, четыре. Пользователи, добавленные как тестировщики мини-приложения, будут получать последний загруженный архив мини-приложения, а не версию Zapp Store. Также для удобства разработчиков в девелопер-консоли можно включать консоль Erodo, которая будет автоматически появляться внутри мини-приложений и которая может позволять смотреть блоги или просматривать дом-дерево. Или просматривать любые другие события с веб-страницы. Такая получается гидбэк-консоль. Итак, давайте обсудим, что же мы обсудили, давайте обсудим итоги и закрепим знание. Еще раз, что такое удар? Дар — это сервис от Apple, который позволяет разбивать на приложение на две большие части. Required и Optional. В рамках удар есть три группы ресурсов. Initial install tags, ресурсы с такими тегами будут скачиваться одновременно с версией из App Store. Effect tag order. Ресурсы с таким тегом будут скачиваться сразу же после установки версии из App Store. И downloaded only on demand. Ресурсы, которые будут скачиваться по требованию в тот момент, когда мы в нативном коде решаем, что они нам нужны. При работе с любым из этих ресурсов мы рекомендуем всегда проверять их наличие и по нижней необходимости загружать эти ресурсы. Потому что так или иначе пользователь может долго не пользоваться интимным приложением и ресурсы могут быть очищены системой. А также напомню, что удар файлами могут быть любые файлы, кроме исполняемых файлов со Swift, Objective-C или C++ кодом. И файлы, с содержанием которых является скриптовый код, могут быть удар ресурсами. Локальный веб-контент. Каким же образом работает локальный веб-контент? Напомню еще раз. Любой веб-контент, который мы запускаем в рамках iOS-приложения, должен быть загружен с помощью WKWebView. Для более безопасной работы с веб-контентом необходимо создать собственную URL-схему и реализовать WKURL-ским хендлер протокол, который имеет два метода старт и стоп, в параметрах которых приходит к URL-задача. Если вы работаете с файловой системой и даете доступ в веб-приложению через WKURL-ским хендлер к файловой системе пользователя, строго ограничивайте доступ к определенным файлам. К определенным файлам или папкам. Не позволяйте запросам в WKURL-ским хендлер ходить в какие-либо папки и файлы, кроме тех, которые конкретно выделяли под этот веб-контент в цельной безопасности. Ну и напомню, что некоторые JSAP могут не работать, такие как перенос глобов в нативный клиент при получении задачи WKURL-ским хендлера или документ куки, так как своя собственная URL-схема является куки Ivers. И еще раз, что мы получили, когда скрестили ODR и WebKit. Реализацию своеобразных прогрессив веб-апс все мини-приложения получили возможность грузиться офлайн и загружаться очень быстро, даже если в сети нет. Весь веб-контент кешируется и располагается локально, то есть доступ может быть практически мгновением. И это позволило нам осуществлять оптимизацию уже в рамках ВКонтакте не просе разработчиков что-либо сделать. Здесь вы можете найти три полезных ссылки. По первой ссылке вы можете найти гайд от Apple по on-demand ресурсам с гайд. Отличный гайд, они там наконец-то что-то расписали по шагам, как их тестировать и как их проверять, как их запускать, как их грузить. Если вы заинтересовались on-demand ресурсам, рекомендую его почитать. Вторая ссылка это сам WKURL с кем-хендлер и третья это WK скрипт месседж-хендлер это тот хендлер, который может нам помочь реализовать полифил для куки для JSIP, чтобы веб-контент так или иначе мог работать со своими куки локально. Спасибо за внимание. Продолжение следует...